Родился 27 августа 1959 года в Витебске, Белорусской ССР. После окончания архитектурно-строительного техникума и короткого периода работы, инженером-строителем начал свою творческую карьеру в качестве диктора Витебского областного радио. Играл в Народном театре ДК «Железнодорожников Г. Витебска». В 1980 году был приглашен актером на профессиональную сцену в Белорусский академический драматический театр «Им. Я. Уласа». По окончании службы в Советской Армии в 1983 году поступил в школу-студию, вуз, примхат на курс профессора Виктора Манюкова. После внезапной смерти Манюкова в 1984 году курсом стал руководить Владимир Богомолов. Помощницей руководителя курса была Кира Головко. Учась на четвертом курсе, в 1986 году вместе со своим сокурсником Михаилом Ефремовым создал театр «Современник-2». В 1989 году был приглашен в труппу академического театра «Им. Яковского». Свою творческую карьеру в Германии Геннадий Венгеров продолжил в 1990 году в качестве диктора радио «Немецкая волна», «Нюм», «Дочи Уэллэль» и актеры Дюссельдорфского драматического театра «Нюм». Дэссельдорфер «Шоспелхаус» с 1995 по 2000 год. Актер Бахумского драматического театра «Нюм». «Шоспелхаус Бошум», начиная с 2004 года. Вновь активно снимается в российских кино и телевизионных проектах. Участвует в театральных постановках в Москве. Озвучивает документальные и художественные фильмы. Рекламу. Документальный фильм «Дневник Адмирала Головко». Он озвучил бесплатно, из уважения к адмиралу и его вдове. Преподававший в школе студии МХАТ. Является фирменным голосом радиостанции «Русская служба новостей» и международного телеканала «Евроньюз». В 2009 году вел передачу «Мужские истории» с Геннадием Венгеровым. На телеканале РНТВ. За свою творческую карьеру Геннадий Венгеров снялся более чем в 120 фильмах в России, США, Англии, Австрии и Германии. Его партнерами по съемочной площадке в разное время были Джутлоу, Рэйчел Вайс, Ирина Апексимова, Джеймс Кромвелл, Леонид Филатов, Шон Бин, Тиль Швайгер, Юрий Соломин, Ежи Штур, Кристиан Слейтер, Вин Креймес, Марио Адоров, Ольм Мини, Франко Патенте, Ян Йозеф Леферес, Клаус Льович и другие актеры. Широкую известность в России принесли роли «Кузнеца Вулкана». Сериал «Боец» и «Майора Волкова». Сериал «Час Волкова». Осредители зрителей Германии. Роль бизнесмена Виктора Стрельникова в сериале «Хорошие времена. Плохие времена». В конце сентября 2014 года Венгерову был поставлен диагноз «рак легких» с метастазами в кости. Полгода интенсивной терапии в немецкой клинике не смогли остановить заболевание. 3 апреля 2015 года актер на своей странице в Фейсбуке объявил о том, что болен раком легких в терминальной стадии. Скончался утром 22 апреля 2015 года в Дюссельдорфе. Память актера была посвящена программа «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым. Телеканал «Россия-1» от 23.04.2015 год